Между тем политические силы региона ведут активную подготовку к предстоящей предвыборной гонке. В сентябре в Коми пройдут выборы главы республики, а уже через год и парламентские выборы. Впрочем, некоторые партии активизировались задолго до традиционного агитационного периода. Каждая из них старается в меру своих возможностей и партийных ресурсов. Тут нельзя не отметить активность либерал-демократов. Плакаты и баннеры с желтыми буквами на синем фоне стали привычным рекламным атрибутом городов и райцентров Коми. С другой стороны, быть всегда в центре, как позиционирует себя ЛДПР, стоит денег. И немалых, выяснил Евгений Ракин. Щедрость лидера ЛДПР порой не знает границ. Владимир Жириновский всегда готов протянуть руку помощи нуждающимся. Братскому народу из сопротивления бронеавтомобиль вот подарил. Все потому, что денег на демократию жалеть не стоит. Таков принцип Владимира Вольфовича, таков принцип партии. Вот и не жалеют. Баннеры, билборды и другая наружная реклама с символикой партии во всех людных местах. Оппоненты из конкурирующих политических объединений порой откровенно завидуют. Я вот проехал по всей республике, сейчас на Харусь-Твери. Везде плакаты ЛДПР. Откуда деньги, если Жириновский себе бьет грудь, что она самая бедная партия. Значит, ни одного плаката, ни одной вывески КПРС я не увидел. Потому что, значит, мы существуем на добровольные пожертвования народа. Денег у нас, у нас, у коммунистов абсолютно нету. Абсолютно нету. Для рекламы. Назвать бедными коммунистов, к слову, тоже не совсем правильно. Все-таки по итогам за 2012 год Думская фракция КПРФ получила свыше 1 миллиарда рублей доходов. Из них чуть меньше 900 миллионов – средства федерального бюджета, которые рассчитываются из количества полученных на выборах голосов. Тем не менее, вопрос коммуниста Анатолия Остроглазова вполне закономерный. По той же информации Центральной избирательной комиссии, доходы ЛДПР за 2012 год составили 695 миллионов рублей. Однако, в отличие от своих коллег по законодательному цеху, на рекламу либерал-демократы действительно не скупятся. Меня, конечно, удивляет вот такая большая, развернутая, еще даже в межвыборный период агитационная кампания со стороны ЛДПР. Я думаю, что там деньги, конечно, вложены немалые. Вопрос, насколько они помогут людям конкретно, да, то есть не визуальный какой-то момент, а вот именно конкретно людям, для меня большой вопрос. Для сведения, стоимость наружной рекламы в Сыктывкаре откровенно кусается. К примеру, чтобы разместить информацию на одном баннере, необходимо заплатить его владельцу в среднем около 15 тысяч рублей в месяц. В центральных районах города около 25 тысяч. Разместить информацию на автобусе стоит примерно от 8 до 12 тысяч рублей, в зависимости от марки транспорта и размера рекламного места. Учитывая, что только в столице Коми таких маршруток и баннеров у либерал-демократов несколько, сумма набегает приличная. По предварительным подсчетам экспертов, только в столице Коми на продвижение партии в массы ЛДПР тратит больше 100 тысяч рублей в месяц. Примерно столько же в Ухте. В Воркуте последние три месяца эксперты насчитали рекламы почти на 90 тысяч. В Усинске с апреля по июнь на 130 тысяч рублей. Кто-то сегодня уповает на критиканство, критику. Кто-то сегодня идет по пути массированной рекламы, унизительных акций по раздаче еды, по запуску различных агитпоездов, которые стоят баснословных средств. И так и хочу сказать, коллеги, а может вам раздать эти деньги на детские площадки? Может вам эти деньги сконцентрировать и построить детский сад? Ну, как минимум выступить за строительство детского сада там, где его нет. Поправить скверы, обустроить бульвары. Впрочем, информационная тактика ЛДПР вполне объяснима. Это хоть и не дешевый, но все же наиболее эффективный способ оказать психологическое воздействие на массы. Известно, основная цель наружной рекламы – создать видимость присутствия заказчика этой рекламы везде. И чем больше рекламы, тем больше этой видимости. При этом доказывать свою полезность обществу реальным делом, а не словом, совсем не обязательно. Политические технологии все сделают за тебя. С моей точки зрения, как гражданина, конечно, реальные дела. Но если говорить о использовании технологий, опять же, то бывает, что сами технологии могут сделать больше, чем реальные дела. Потому что люди покупаются на обещания. То есть, по сути дела, когда речь идет о том, чтобы привлечь избирателей, но политики, политические партии дают обещания. То есть, пытаются купить тем самым голоса. В конце этой недели агитаторы из ЛДПР приедут в Коми целым поездом. Митинги и встречи с населением пройдут почти на каждой станции железной дороги региона. От Цыктывкара до Воркуты. Евгений Ракин, Антон Ворожичев, телеканал Юрган.